Сегодня прошло судебное заседание по делу Дениса Павленко. В своем последнем слове он представил основные доказательства своей защиты. В свою очередь, обвинение настаивает на тюремном заключении сроком 3 года. Приговор будет вынесен в эту пятницу, 13 апреля. И хотя общественность уверена, что вердикт уже вынесен, экс-глава Ермолинского поселения все равно активно доказывает свою невиновность. Ссылается на то, что файл Агрогородок 1.2, который считается одной из главных улик, не является исходным. Аудиозапись смонтирована, и это подтвердили 7 проведенных исследований. Мотив убрать Павленко с должности. По словам подсудимого, многие изначально выступали против его кандидатуры. По непонятным мне причинам моя кандидатура настолько открыто не устраивала прежнее руководство сельского поселения и районных руководителей, что при всех избранных депутатах мне объясняли, что я неуместен. Соответственно, выбирали главу. Мы больше двух с половиной месяцев. Некоторым депутатам, готовым проголосовать за мою кандидатуру, открыто угрожают. Павленко не раз повторил, что попался на крючок исключительно по наивности. И признает вину лишь за то, что сразу не пресек тех, кто пытался вручить ему денежные вознаграждения. Напомним, что потерпевшая Николаева в момент передачи денег участвовала в оперативно-розыскном мероприятии. До этого она приходила на прием к Павленко с просьбой перевести земли бывшего совхоза Победа под малоэтажное строительство. И тот, не обладая соответствующими полномочиями, обещал помочь за определенную сумму. Женщина привезла деньги, разговор был записан на аудиоустройство, и вот прозвучало роковое слово «оставляйте». После чего у суда практически нет сомнений, чиновник совершил мошенничество. Все это прекрасно знают, что поставили его. Два дня отработал человек, взятку взял, да? Такого не бывает никогда. Парень замечательный, парень хороший. Его просто-таки подставили. И все. А так парень честный, изумительный парень. Весь городок говорит. Даже весь городок. Это его подставили. Даже привезли своих этих, как ее, свидетелей. Свидетелей надо приводить. Вот. Кто на это, а не своих истерницких привезли. Денис Павленко когда был, никаких не было, что что-то было плохо или что-то не делалось в поселке. У нас по весне всегда были уже цветы распущенные, закупались. Уже красота везде была. И вот такого бардака не было. А ну вы пройдите, посмотрите, во что превращены в детские площадки. Они сделаны, но они не доделаны. В агрогородке около 11-го дома дорогу, как зимой, делали теплотрассу. Все вот так вот. Детей в сад невозможно водить. Ни 11-му, ни 16-му дома. Приходится водить вокруг. Нормальный парень. У меня дочь инвалид детства. Он сразу сделал подъемник мне и все. По версии самого Павленко, некогда он предлагал Николаеву оказать финансовую помощь поселению, приобретение оборудования для стоматологического кабинета. И сказав оставить конверт, имел в виду, что деньги будут переданы в Совет депутатов на эти нужды. Через родителей он страдает. Через родителей. Вот. Он помешал кому-то. Они хотели тащить в агрогородок из двух поселков, пятиэтажных, огромных, канализацию туда. И у одного человека был участок, который он незаконно тоже получил из Солнечногорского района. И вели уже к его дому канализацию. Я восстал там, потому что я давно, в 70-е годы, там директорствовал. Все знаю. И качественные сооружения я там их строил. Я воспоративился два года назад. И все. И пошло дело. Моя многодетная семья с четырьмя несовершеннолетними детьми и беременной женой более двух лет не живет, а существует. Так как я на протяжении всего этого времени не имею никакого давления. Постоянно нахожусь в подавленном состоянии и вынужден постоянно защищаться. В результате Павленко был признан виновным. Суд считает, что исследования по части монтажа аудиофайла были проведены по заказу подсудимого и не являются достоверными. Все остальные доказательства указывают на то, что он совершал мошенничество. И теперь он приговорен к трех годам лишения свободы условно, плюс к трем годам испытательного срока, с запретом занимать должности на муниципальной и государственной службе. Ну, по поводу обжалования, пока мы еще не решили, а, конечно, с приговором я согласен. На всем протяжении вину свою я не признавал, сейчас я не признаю. Да и доказательства, как мы в последнем заседании слышали, их нет просто. Полина Громова, Михаил Моралов, Истра РФ.